Следующее задание будет очень похоже, но теперь я уже прямо с самого начала буду вас спросить и выполнять одну правило. Вот теперь работаем по правилам. Это что делать сначала? Сначала обязательно делайте каркас фигуры. Так, значит, не рисуйте кости на коке, рисуйте линию. Вы намечаете линию, проверяете, чтобы у вас было нормальное соотношение длины дуловища, длины бедра, длины голени, длины предплечья, длины плеча, размера кисти и стоп. По поводу размера кисти и стоп. Вот здесь чаще всего больше. Наметили вы получу фигурку человека. Вот общая линия руки, общая линия ноги и лица. Осталось-то рисовать стопу или кисть. А какой длины должна быть кисть? Давай, смотри, вот предплечь, согласны? Я кладу свою кисть к основанию предплечья. Раз, два. Значит, то, немножечко больше, чем полторы длины кисти. Это зависит от возраста, да? Это отчасти от возраста, отчасти от комплекции человека. Так, но где-то всегда немножко больше, полутора раз кисть должна выкладываться в предплечье. Можно то же самое с бедром сделать. Если вы понимаете, где у вас тазобедренный встав, а в очередь в бухах найти. Вот так, в очередь ногой. И сразу почувствуете, вот там точка вокруг, в которой нога вращается. Вот он, тазобедренный встав. Вот. Вот тазобедренный встав в коленке. Меряем раз, два. И попали как раз на середину колена. В результате, что в длине оказывается? Предплечье или бедро? Бедро. Бедро в длине. Попробуем плечо измерить. Раз. Видите, куда я уехал? Так же, как и предплечье. Полторы. Я сроком, да? Ага. Внимание, вопрос. Есть человек, стоит на четверине. Вот сейчас я нарисую человечка, схемку. Человечка, который стоит на четверине. А вы скажете, допустил ли ошибку или не допустил ошибку? Звони, я на сценарий. Ребята, когда человек вот так стоит на четверинках, у него плечо и таз на одинаково с этим? Нет. Что ниже? Плечи ниже. В чем дело? Плечевой отдел короче бедренно. Это, чтобы рисовать человека более-менее профессионально, надо очень хорошо понимать соотношение разного участка. Так что, сейчас задача. Ползу выбирайте специально. Я не дикую вам ползу. Желательно, конечно, не точно в класс и не точно в крови. Идущие, сидящие, бегущие, прыгающие, какого угодно. Только сначала, как раз, вот я подхожу, даю комментарии в нашем поправке. И в конечном итоге говорю, все, принимаю. А можно, допожи, с моим следом уже стул сделать? Ребят, сначала человек, ну, на медь и стул, грубо говоря, стул на медь, много времени стул не уделяется. Да? Итак, общей фигуре переходим только после того, как я принял каркас. Вот придумывайте сами для себя человечка, сильно не нажимая, ну, еще раз я говорю, когда делаем эстис. Очень мягкие, очень лёгкие движения барандашом, вам же потом на теле не выбирать. Ну, и постарайтесь, чтобы плечо у человека всё-таки не было на уровне кубка. И ноги не были в два кавычка. Ну, про кубки с вами говорили. Те люди, которые считают, что... Каркас закончен, поднимаете руки, я буду подходить и смотреть. Так, закончили, да? Давайте смотрим. Он у вас в ДТП попал? Нет. А, по-моему, попал. Давайте попробуем, посчитаем, сколько у него изгибов в зону. Значит, раз, два, три. Так, если вы считаете, что это грудной, если вот это, а вот это шею, то у вас очень интересно. Вот шею начинается здесь, а плечи вот здесь. То есть плечи вот у человека вот здесь. Вот, давайте с позвоночником разберемся. Да, вот, давайте. О, как! Ради интереса торгнуть в спортивном зале или на улице, попробуйте встать в таком позе, как вы, в садах. И посмотрите, вам это удастся или не очень. Вот так выучилить ноги в этом положении невозможно сообщить. У вас стопы оправятся. А плюс к этому, у вас хитрым образом, при виде сбоку, плечи попали на одну линию. Опять же, такого будет не нужно. Да, о, как он у нас был, как это, славно, славно. То есть позвоночник в этой положении, так хорошо. Так, останьте с прямой палкой. Ну, я не знаю. О, вот, и так. Вы чем-то позвоночник, но подмышку выглядели. Понятно, что позвоночник все-таки вот так вот выйдет. С основанием головы, да? Ну, о, доброе дело. Да, да. Так. Ой, не висит за вашими ребятами. Покажите, где шею у него кончается. Кончается какой-то. Вот, да. Ага, славно. Значит, так. Брудной изгиб позвоночник, да, это какой? Это... Угу, угу. Так, пятый. Обратите внимание, пятый изгиб, он идет в сторону носа или в сторону попа? В сторону попа. Правда, пятый? А, нет, пятый из... Угу. А у вас куда он идет? С лавой. Угу. С вашим человеком случилось тяжелое горе. Его просто вот так вот как-то взяли и сняли. Прошусь. Многим рекомендуем. Так, так, хорошо. А где у этого человека плечевой стакан? Плечи у него где? Плечи у него где? Плечи у него. Боком, да, и плечо у меня вот здесь. Или все-таки не здесь. Ага. Значит, плечо вот сюда вряд ли может попасть. Так? И шею у человека все-таки не одна прямая плеча. Значит, в результате, если вы хотите посадить вашего человечка, то тогда все-таки вот так. Вот плечевой стакан, вот это локтевой. Да. Так? Ничего. Хорошо. А дальше? Мы с вами говорили, что прямой позвоночник не бывает. А это значит вот так и вот так. А это значит вот так и вот здесь. Идейка понятна? Угу. Так что давайте попробуем все-таки без треугольников в теле человека. Потому что на самом деле никаких треугольников там не бывает. И еще раз. Не пробуйте сразу нарисовать контур. Сначала каркас. Главные линии. Так. Смотрим. Бррр. Хорошо. Приделываем сюда грудную клетку. Вот так. Угу. Вот это у нас. Если это грудной отдел, то он в какую сторону должен быть выгнут? Смотрите. Ну а что же вы делаете, Вася? Нет. Не надо. Ну разберитесь с вашим человечком. Как у него все-таки идет позвоночник. Так, давайте. О-о-о. Существенно лучше. Вот так. На самом деле еще лучше. Вот как. Вот так. И вот будет тогда голова у вашего бегуна. Вот так. Вот его грудная клетка. Вот его тазовые кости. Понятно? Угу. Вы переоцениваете все время длину шеи. Но мы с вами не лебедя. У нас нет такой шеи, которая, бог знает, какой длины. И на будущее не делайте такие мелкие фигурки. Так? С мелкими фигурками очень неудобно работать. Ну делайте вот такую большую фигурку. Тогда будет намного проще. Давайте смотрим. Ага, лежащая фигура. Славно. О, вам удалось ей сделать одинаковые ноги. Я поздравляю. Ну, во всяком случае, одна нога не короче, а другая в полтора раза. Смотрим соотношение длины ноги, длины туловища примерно нормальное. Даже положение грудной клетки угадано. Но вы выбрали очень сложную позу. Вот посмотрите. Вес головы падает вот на кисти от руки. Согласны? Так. А вес грудной части тела уже будет придавливать плечевой сустав вниз. Поэтому это плечо выйдет вот сюда. А это, вот положение этого плеча, вы верно показали. То есть его немножко по диагонали. Смотрите, мои линии, чтобы они не мешались. О, славный человечек. Очень славная динамичная фигура. Но давайте смотреть. Ребер у него вообще нет? Есть. А значит, грудная клетка у него все-таки будет более выпукла. Вот так. Это понятно? Вот. А вот это его пузо. Вот такой очень славный кулакающийся человечек. Что? Сейчас немножко подождать, потому что вы же не один. Так. Хорошо. О, уже лучше. Но прежде мы с вами говорили. Понятно, что вот здесь вот это тузобивание. Нет? Есть человек вот так согнул ногу. Где должна оказаться его колено? Нет. Человек берет вот так, сгибает ногу. Я сгибаю, ногу подложу в тугу. Я, кажется, наоборот. Разверни стул ко мне. Нет, садитесь, садитесь. Поднимайте ногу. Вы видите, что у вас колени я не встречаю. Они у вас есть. Так. О, Майя, вы победили себя. Поздравляю. Вот теперь соотношение длины бедра и длины туловища примерно соответствует действительности. Длина бедра и длина голени, ну, более или менее, реально голени все-таки подлиннее. Так? Хорошо. Возможный вариант для руки, но тогда это плечо не так низко. Это плечо все-таки вот здесь. Вот так. Вот вышел из-за от него здесь. Какая-то здесь. Ага. Хорошо. Хорошо вот эту линию поймали. Поясница прогнута. Ну, для каркаса нормально. Но когда будете одевать плоть, учтите, что вот здесь мощная ягодичная мышца. То есть попа вот такая, тем более сидящий человек, он же ее плещет, да? Попа выступающая. Так, нормально. Так, ну, с головой мы пока не работаем. Хороший каркасик. Так. Хорошо. Допустим. Допустим, смотрим, что с пропорциями. Так, ну, вот это, вот это линия не вот так вот пойдет, а вот так пойдет. Дело в том, что есть человек, отклонился назад, где у него центр тяжести? Вот здесь, да? Так, а ноги у него здесь стоят. На самом деле вы рисуете человека, который падает на стену. Возможный вариант. Но тогда, тогда вот у него как-то сон ушел. Вот сюда. Вот это линия. Теперь, вот это ключевое, так я правильно понимаю? Хорошо. Допустим. Вот это второй, допустим. Грудная клетка. Так, так. Колено. Так, так. Значит, ну, вот немножко коротковаты ноги. Смотрите, если вот это-то забедренное, да? Вот у вас длина бедра, согласны? Вот она, да? Значит, длина бедра примерно должна быть равна или немножечко больше, чем длина туловища. А у вас, а у вас она немножко меньше, она не достает. Так что при таком размере туловища ноги, конечно, при длине, скорее, ну, скорее, это не с удовольствием. Да? Ну и в дальнейшем. Все-таки, хотя бы условно, но и чайки голова. Вот наша ссадь без головы, эта фигура, ну, ядным образом, неустойчивая. Кроме того, что такого не бывает, это просто неустойчивая фигура. Так, О-о-о! Детская рация, ну, уже, так. «О-о!» «О-о!» «Треста!» «Треста!» «Только, почему у нее у нее в ней шеи вообще нет?» «Это вам в жизни не повезло?» «Ну, давайте все-таки сделайте что-нибудь типа шеи и покажите, какого размера при таком шеи?» «Должны быть кисти рук и стопы ног. Ну, ой!» «Так, вы все-таки как-то еще не любите своего героя. Попробуйте сравнить у него длину шеи с длиной ноги. Вот даже не все ноги, а длину шеи с длиной бедра, допустим. Во сколько раз у вас шея короче бедра?» «Наверно в пять». «Да не в пять, а вообще там все десять раз. Наверняка. коротенькая-коротенькая шея, вот такое бедро. А теперь давайте прикинем, а у живого человека какая длина шеи примерно? Угу. Угу. Ну, вот это, какой примерно отрезок? Я вот пальцем показываю. Какая это примерно длина? Метр, сантиметр или сколько? «Три бедра» «Три бедра» «Это примерно десять сантиметров». Есть его бедро больше в десять раз, чем шея. Какой длины бедро? Десять сантиметров на десять умножить. Метр. То есть вот такое бедро, да? Вот отсюда, вот отсюда. Только одно бедро. Я не журавль, извините. Так что, будьте добры, шею все-таки сделайте более пристойную. Немного бедро. Так. Так, неплохо. Немного. Значит, наметьте на этой схеме какого размера стопа и кисти рук должны быть. Так? Так что, пока у вас каркас есть, но он без стопа и без кисти. Да. Так. Ага. Так, и вы считаете, что такого размера стопа. Угу. То есть у вас кисть больше стопа. Не, Вася, давай-ка не халкурить. Ну-ка прикинь, пожалуйста. Да? В реальных соотношениях примерно как соотносится длина стопы и кисти с остальными чтями тела. Так. Смотрим. Да, славный каркасик. Ой. Ой. Ладно. Значит, ну, во-первых, это у вас линия, на которой спинка кресла переходит в сидение, вот это? Или что это за линия? Это просто. Это да. Значит, на самом деле, вот где эта линия должна идти. А иначе ваш человек не сидит, а висит в воздухе. Вот теперь он действительно сел. Так? Ну, допустим, он сидит. Вот так, да? Вот здесь тазобедренное суставо. Скажите, а вот положение тазобедренного сустава, а дальше бедра вообще должны быть? Да. Вот сам отдел ноги, который называется бедром, а у бедер толщина какая-нибудь есть. Бедро это очень тоненькое место в нашем теле или достаточно широкое? Володя, попа этого человека не влезет в это кресло. Если вы так раздвинули тазобедренные суставы, вам же потом еще надо так изображать всякую прочую плоть, да? Значит, слишком размахали. Они, конечно, вот так как-то по ушам. понятны? Да. Угу. Так. Так. Ну, такой циркачек. Давайте смотрим, что у него с пропорциями. Так, опустил руку, опустил руку нормально. Так, нормально. Значит, Светка, что ты говорила? Ну, стопа это на разы. Нет, нет. Задача этого наброска как раз относительные размеры. Понятно? Значит, этому надо учиться. Потому что только каждый, что смотрел, все увидел. Знаю, что. Хорошо. И в следующий раз попробуйте кисти не просто кружочками, но хотя бы размер кисти показывать. Вот если он сжал руку в кулак, да, размер кулака будет примерно такой. Примерно такой. Но попробуйте все-таки расправлю кисти. Так, смотрим. Смотрим. Ага, шею привлек порядок. Так. Так. попробуем мы согнуть эту ногу колени до конца. Вот она, да? Сгибаем колени до конца, да? Этому человеку удалось совершить подвиг. Сгибая ногу до конца, он попадает пяткой себе не по ягодице, а посередине пояснице. Ну, видите, как линия-то пошла, да? Вот она, я поворачиваю. Смотрите, куда пришло. А прикид должно быть сюда. Это понятно? В результате, если у вас уж пузвоночник такой длины, то приведите порядок ног. да, примерно, примерно. Можно с вас пузвоночник да, 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 да. Интересное кино. Мы с вами пока ничего не говорили о перспективном ускажении. Вы сделали очень хороший динамичный рисунок человека, но только в одном единственном случае, можно признать. Смотрите, если этот человек где-то идет, не по полу, если бы он шел на том же уровне, где и я, он бы не так будет. А вот если он идет где-то по горке на уровне потолка, и вы смотрите на него снизу вверх немножко, да, то вид будет именно такой. В чем дело? Значит, у вас размер вот этих нижних частей тела, причем вы поймали пропорциональное его увеличение. великоваты стопы, великоваты голени, и общий размер ноги великоват по отношению к позвоночнику. А руки и голова наоборот мелковаты. В результате вот эту часть слегка растянули, а эту наоборот сжали. Такое реально бывает, когда мы смотрим снизу вверх. Те части, которые ближе к нам, кажутся больше. Удаленные части, кажутся и меньше. Вот с такой поправкой очень-очень хорошая только единственное, спина такую можно никогда принять не может. Вот такую сколько угодно. А дальше вот это у острого у вас бывает. Ощущенный острый. Не важно делать. Вообще у вас позвоночник и голод образовать не может. Плавно погибает. Поэтому вот здесь эта линия просто более плавно переходит в десятый угол. Вот так. Понятно? А у вас здесь была одна прямая вторая прямая. Идеально интересно? Хорошо. Так. Вроде как вообще давайте смотрим. Так. Ага. Коля, вы победили дьявола. Скажите, пожалуйста, это у вашего заяца. Какой сустав? Заяц. Какой сустав? Это плечо. А, нет. Плечо. А, нет. Мы с вами вчера разбирались с тем, как устроены конечности. Так вот это какой сустав? На передней лапе. Да? Угу. ну давай не исчезать. Давай посмотрим. Вот эта часть, на которую заяц опирается лапой, это какая часть? Это вот эта. Вадонь. Ну, кисть. Копыта у заяца? классно. Значит, кисть. Хорошо. Дальше идет вот эта восходящая часть лапы. Согласен? Да. Вот она идет, восходит до какого сустава? Это что, как локоть? Отлично. Скажи, пожалуйста, у твоего заяца куда сгибается локоть? В сторону головы или в сторону хвоста? В сторону головы. В сторону головы. А хотя у одного зверя локтевой сустав может ли сгибаться в сторону головы? Такого никогда ни у кого не бывает. мы собственно этим с вами вчера и занимались. Как могут гнуться ноги руки, а как они не могут гнуться никогда и ни при каком условии. слава сохранить себя. Вас вы поменили себя. Нормально. Нормально. Нормально только смотрим. На свои ноги посмотрите. Ну, в шорпах, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, какая часть набива у любого человека получше? Середина бедра или колено? А ты, смотри, на свою человеку. От него что, откусили? Ой, жалко. А так уже можно штриховать, да? Вот теперь уже наш шорп. Но в таком положении у человека наверняка, что вина вот так празднует. Вы же с вами говорили, что пожеломочек образуют и зверя. Вот. Хорошо. А вот еще. Так. Да. Так, так, так. Славно. Ну, это у вас даже такой человек за фортепиано, но в этом случае кисти по отношению к предплечиям должны будут иметь некоторый разворот, допустим, вот такой. Значит, ну, и ваше изображение даже обрело вполне себе смысл. Значит, человек сидит, и здесь у него плавиатура. Вот так. Более-менее поняли, как делается? Вот. Отлично. Дальше будем наращивать. На то, что уже достигнуто, будем заправить новые и новые кусочки. Так, а это что проведено? А это вы попробуете другой движение, хотите? Или что? Тут, да. Хорошо. Ну, давайте. Давайте тогда. Ага. Уже получится. Вот теперь более-менее, более-менее подчеркнулся. Да, слава. Нормально. 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 Знаете, это что можно? Можно. Давайте. Знаете, это можно. Итак, сегодня мы с вами немножечко поучились работать с каркасами. Да? А в следующий раз мы чем с вами займемся? Сейчас очень у многих возникает некоторая сложность. Такое ощущение, что к вашему человеческому подошел серый волк, да, и немножко по-запазу. У кого-то высот бедра отбеден, у кого-то с животом проблемы, у кого-то в разных местах что-то отгрызнет, оказывается. Тогда, значит, в следующий раз мы с вами посмотрим, где и какие мышцы у человека расположены. Тогда вы будете каркас в следующий раз одевать почерк. Пожалуйста, учитывайте. Так, в выпуклости созданная мускулатура. Крой будет раз в 50 лучше, если вы будете нажимать на 10 меньше. Дело в том, что вот эти линии уже не устранены. Вы просто жмете за всех сил на карандаш, когда делаете нагрузку, и все, линии уже не устранены.